всем привет Blender 281 давайте в этом ролике рассмотрим аддон mesh loop tool погнали где его найти edit преференции заходим в аддоны и находим здесь вот аддон mesh loop tool LMNM вот он mesh loop tool ставим галочку ну и сохраняем или автосохранение включите или сейв преференции сохраните так следом заходим табуляцию нажимаем заходим в edit mode и в панели находим edit и находим loop tool вот здесь есть bridge циркл курвы и так далее flutter добавим вот этому кубу edit подразделение subdivision или правой кнопкой мыши нажимаем жмем subdivision ну вот столько достаточно будет теперь переключаемся на полигоны снимаем левой кнопкой мыши выделение и через shift выделяем вот эти вот полигоны вот здесь и вот здесь два хватит и нажимаем цирку вот преобразовалась вот в такую вот такой круг теперь правой кнопкой мыши а выделяем весь куб и правой кнопкой мыши добавляем сабдивизии снимаем выделение левой кнопкой мыши и через клавишу c выделяем вот эти вот полигоны с кей колесика крутим перекручиваем и опять же c выделяем вот так вот полигоны и с кей на клавиатуре вот теперь можно с этим делом работать можно нажать допустимо английскую с и вот так вот вытягивать ctrl z можно нажать английскую и и вот так из экстрадировать вглубь теперь можно сделать с английская и увести вот так вдаль опять можно добавить английская и экстрадировать и увести допустим ну вглубь еще раз жмем с можно вывести в письме вперед вот так или опять углубить увести еще глубже также можно удалить все это дело нажимаем дырить на клавиатуре и удаляем фрисы и вот получилось вот такая у нас здесь пустота чем не космический корабль ну вот такая штука теперь можно с этим делом тоже поработать таким образом возвращаемся в ctrl z назад и оставляем один вот эту вот одну эту штуку жмем и английскую вот так ее экстрадируем и теперь можно с помощью мов нажать ей щелчок и вот это дело все увести вглубь теперь нажать с английская чуть-чуть у так и опять же и можно ее опять же и английская и вытянуть вперед где-то вот таким вот образом здесь теперь можно или с нажать таким вот макаром преобразить ее и опять же нажимаем и вот так уводим на опять же и уводим вглубь вот эту вот штуку можно делить фейсы удалить вот у нас теперь получается можно зайти в куб и вот у нас вот такой вот получилось отверстие возможно иллюминатор так теперь делить удаляем куб и посмотрим как все это дело на плоскости происходит семерка на нампаде обуляция заходим в режим редактирования жмем и на английскую опять же жмем edit находим лук тулы здесь добавляем полигоны и edge сабдивизии или правой кнопкой мыши нажимаем подразделяем теперь выделяем полигоны полигон через shift опять полигон и добавляем циркл теперь английская а и добавляем edge и добавляем сабдивизии или вот здесь вот боку можно еще прибавить ск сабдивизии выделяем сабдивизии выделяем c полигоны но это уже я смотрел урок вот такой вот вариант по уроку с английская или с прибавить вот так вот или уменьшить ставил и английская теперь можно все это дело экстрадировать е помощью мог чтоб ровнее было нажать с опять же и английская мы опять е поднять к верху опять же с уменьшаем вот до таких размеров вот эту штуку можно удалить делить также можно добавить выделить вершины как показывает в уроке вот эту вершину через shift вот эту вот эту и вот эту и теперь с английская вот так их можно закруглять что еще можно добавить здесь вот тоже именно отверстие делаем так c английская выделяем прописки вставим полигоны с английская и у так вот их можно выделить ск теперь жмем и английскую вот таким вот образом и делаем циркул ctrl z давайте еще одну так ctrl z делаем и и побольше теперь делаем циркл делаются у нас круги переключаемся вот в этой вкладке на индивидуальные ориентацию эту origin и с уменьшаем их вот так в размере ну и делит ну словом получается вот любая такая штукенция но она вот тонкая и что нужно сделать вот этой запчасти нужно поставить модификатор солид 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 дефилит и поставить толщину вот любую толщину можно и поставить и будет вот такая вот деталь можно чуть чуть поменьше вот так вот вот уже толщина есть и здесь уже можно ее дальше дорабатывать или прикрепить на какой-нибудь агрегат как-то вот все это дело доработать так что еще ну в принципе английская а и посмотрим что это значит это кубик флаттен вот он все это дело удалил ctrl z сгладил теперь перекрутил лофт не работает релакс ужас какой-то ну тут конечно есть еще настройки вот можно их ставить кубик линейная селекцию и так далее можно перевод поставить на русский язык программу и будет понятно но это spice уже сглаживаем ну такая штука словом кроме циркул вот это по моему bridge тоже не работает там другая система походу это я в следующих роликах на дыбу покажу вам так ну вот эту штуку нужно теперь вы видите что нижней части нет который вот выделил мы ее применяем а применяем в объект и вот что-то здесь перекрутилась переломалась возвращаем назад жмем модификатор solidify толщину немножко прибавим и чтобы вот с этой частью теперь работать нужно зайти так это все дело табуляция применяем смотрим опять же табуляция вот все нормально применяется модификатор именно в object mode в edit mode он не применяется и вот такая штука выходит и с этой штукой можно уже работать по прошлым роликом выделяем допустим ребра нужны shift alt так отключился у меня скринка с кей н английская и вот теперь shift alt вот таким вот образом shift alt выделяем регион лупов вот так вот здесь вот так вот и вот можно их теперь закруглить это control b натягиваем и вот так вот можно все это дело колесиком больше лупов добавлять меньше ну так вот округлять единица на нампаде ставим рентген снимаем выделение и делаем b английскую и вот эту часть допустим если выделим нижнюю вот она вся выделилась единица на нампаде и можно английскую вот так все это дело перекрутить перекрутить ну и g опустить и еще вот так вот поставить g вот такая получается заготовка теперь можно включить общий вид снять выделение переключиться на object mode и вот какая-то деталь уже получилась ничего так прикольно работает система здесь чуть-чуть на перетянул ну так пусть останется объект вот с пазом каким-то получилось такой эксперимент тоже вот так эта штука работает можно применять дальнейших каких-то работах в роботах и так далее машинах все всем пока до свидания j Продолжение следует...